здравствуйте друзья вы на канале медведь вяжет и с вами как всегда я лидия медведь в этот осенний прекрасный день когда солнце то уже не светит небо заволокло тучами но еще приятно не холодно свежо я не могла усидеть дома и вышла прогуляться по нашему лесу и здесь именно вот в этой обстановке я бы хотела начать свое видео вот этой вот повязки которую вы видите на мне и я делаю это видео и этот мастер-класс по повязке потому что ко мне поступила просьба от подписчицы рассказать как вяжется этот прекрасный головной убор и именно с вот таким вот араном который называется плетенка и повязку я тоже назвала плетенка повязка смотрится богато рельефно и очень красиво ну давайте без лишних слов перейдем уже к рассказу непосредственно о самих повязках но на одной повязке я не остановилась и связала вторую повязку точно такую же повязку плетенка и эту повязку только что в другом цвете вы сейчас видите на моей матильде повязка рельефная смотрится богато выпукла и красиво и я непременно сейчас покажу вам эти повязки поближе и расскажу как я вязала повязки а также сделаю описание арана который я здесь применила а нужно сказать что я люблю араны и и однажды на канале семейное вязание где своими работы и мастер-классы выставляли мама и ее юная дочь и вот девушка леночка как раз и показала вот этот вот аран плетенка мне он так понравился что я конечно взяла его на заметку и вязала уже раньше повязки с этим арана ну и сейчас опять повторила этот аран на своих повязках но я это сделала по просьбе моей подписчицы а чтобы вы смогли повторить этот аран связать этот арана вместе со мной я сделал описание которое покажу вам немножко позже из какой же пряжи связаны эти повязки они связаны из пряжи дропс не пал это пряжа очень хорошо подходит для вязания головных уборов шапок и повязок потому что в состав этой пряжи входят 65 процентов шерсти и 35 процентов альпаки это значит что состав пряжи натуральный и хорошо согревает холодное время и тем более что в 50 граммах содержится всего только 75 метров пряжи это достаточно толстая пряжа и рекомендует производитель вязать изделие из этой пряжи на спице номер 5 на спицах номер пять миллиметров именно так я и делала и вязала на спице номер пять но нужно заметить что не обязательно вязать повязки именно из пряжи дропс не пал можно вязать и из любой другой подходящий пряжи но только может быть нужно заметить что если вы хотите вязать повязку вот с таким вот араном или другим каким-то араном то не надо брать слишком пушистую пряжу допустим с махером потому что тогда аран не будет так выпукло и рельефно смотреться поэтому я рекомендую для вязания повязать с араном взять желательно натуральную пряжу но не пушистую так что всегда можно найти какую-то пряжу которая могла бы заменить дропс не пал сколько же нужно пряжи дропс не пал для того чтобы связать такую повязку я никогда не взвешиваю свои вязные вещи но этот раз взвесила и оказалось что повязка весит 60 грамм и действительно у меня закончился один моток я присоединила другой и таким образом я использовала целый моток и немножко совсем 10 грамм получается от другого мотка это что касается пряжи дропс не пал если вы будете вязать из другой какой-то пряжи возможно вам понадобится другое количество пряжи повязки связанные на размер от пятидесяти двух до пятидесяти шести сантиметров я не тянутся очень хорошо тянутся и поэтому вот эти вот повязки которые в объеме в диаметре составляют 52 сантиметра они сядут очень хорошо и на тех девушек или женщин у которых пышные прически потому что я вязала плотно например вот эти вот повязки но они тянутся их могут сесть на хорошую прическу на хорошие пышные волосы но сейчас давайте с вами перейдем техническому чертежу повязки мы набираем набросовую нить 34 петли сам аран вывязывается на двадцати восьми петлях и кромочные у меня три петли с одной стороны и три петли с другой стороны потому что я вывязываю кромочные так лицевая лицевая изнаночная лицевая и также с другой стороны лицевая изнаночная лицевая это и есть кромочные и они вот создают вот такое красивое обрамление самой повязки и придают ей дополнительную красоту и я вижу повязку длиной пятьдесят два сантиметра вот из пряжи дроп с непал у меня здесь 14 раппортов 14 раппортов в высоту но если вы возьмете другую пряжу то вам нужно ориентироваться не на количество раппортов а на сантиметры и тем более если вы вяжете повязку меньше чем размер от пятидесяти двух до пятидесяти шести или больше тогда вы просто будете примерять и свяжите ленту нужной вам длины я набирала на бросовую нить а когда у меня была связана нужная длина я оставила на спицах открытые петли а начало ряда эту бросовую нить в начале ряда распустила и сшила повязку петля в петлю и причем сшивание происходит так удобно хорошо и практически незаметно даже где проходит шов вот например где проходит шов я тоже вижу его но узор не нарушается а рам как бы гармонично переходит от начала изделия в его конец вот у этой повязки например даже сейчас ищу где этот шов вот он этот шов и то же самое незаметно соединение начала вязания и конца вязания потому что происходит сшивание петля в петлю ну и конечно что же вы думаете ведь я же начала еще и третью повязку и вот ее то сейчас мы с вами будем вместе вязать и вот начало третьей повязки я уже половину даже больше чем половину повязки провязала вы видите что я набрала набросовую нить и здесь у меня вставлено очень вставлено очень тонкие спицы в первый ряд вязание арана это мне нужно для того что когда я буду сшивать мне более удобно и быстрее я смогу подцепить петли начала ряда потому что здесь происходит уже сразу после наборного ряда перекрещивание и иногда бывает трудно особенно на темной пряже поднять петли это уже из опыта вязания но давайте сейчас с вами посмотрим на описание которое я составила для арана плетенки схемы нет ну и потом очень трудно разобрать бывает схему для вязания арана а описание это самое подходящее мне кажется и более понятное для всех вязальщиц возможность связать этот узор посмотрите на описание арана плетенка который я составила для вывязывания арана нужно набрать 28 петель плюс кромочные столько сколько вы хотите а раппорт высоту составляет 8 рядов вот здесь вот я составила описание всех нечетных рядов а четные ряды вяжутся по рисунку и там где вы видите в начале стоит звездочка в конце звездочка в начале в конце и так далее что это означает это означает что вот эти вот действия вот это вот вязание повторяется довязали вот до этого места где звездочка стоит и начинаете снова то есть повторяющиеся рапорты обозначены звездочками вы можете переписать перефотографировать для себя аран плетенка если вы хотите сохранить его или использовать вязание вот сейчас на ютубе появилась такая интересная функция если вы легко нажмете коснетесь видео то видео на телефоне я имею ввиду оно увеличится и тогда более подробно более четко и ясно можно увидеть описание которое вот сейчас вы видите первый ряд провязываем кромочные первую снимаю вторая изнаночная и третья опять лицевая а теперь маркер я пересняла потому что у меня кромочные отделены маркерами как в начале так и в конце ряда и начинаем вязать сам аран 4 изнаночных 1 2 3 4 2 петли лицевых снять за работой 2 лицевых и теперь снятые лицевые петли я возвращаю на левую спицу и провязываю лицевой провязала лицевой и теперь снова повторяю то же самое 4 изнаночных 2 лицевых петли снять снять за работой 2 лицевых снятые лицевые возвращаю на левую спицу и провязываю их лицевыми лицевые таким образом уже в первом ряду у нас происходит перекрещивание лицевых петель снова 4 изнаночных 1 2 3 4 2 лицевых петли снимаю за работой провязываю 2 лицевых снятые возвращаю на левую спицу и провязываю их лицевыми закончить раппорт нужно 4 изнаночными 1 2 3 4 кромочные кромочные мы вяжем точно так же как и в начале ряда лицевая изнаночная и последняя кромочная из этих трех провязывается мною тоже лицевой петлей больше я не буду говорить вам о кромочных петлях потому что они всегда вяжутся одинаково ну и второй ряд мы вяжем по рисунку все изнаночные ряды мы будем провязывать самостоятельно встретимся с вами в третьем ряду третий ряд кромочные и раппорт узора 2 изнаночных затем 2 изнаночные петли снимаем за работой провязываем 2 лицевых возвращаем снятые изнаночные петли и провязываем их изнаночными провязываем изнаночные изнаночные петли снимаем 2 лицевых петли перед работой провязываем дальше 2 изнаночные возвращаем снятые лицевые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми а затем все снова повторяем в описании вы видите что повторяющийся раппорт он обозначен звездочками две петли снять за работой две лицевых вернуть снятые изнаночные петли и провязать их изнаночными две лицевые петли снять перед работой провязать две изнаночные снятые петли вернуть на левую спицу и провязать их лицевыми повторяем две изнаночные петли петли и снимаем и снимаем за работой провязываем две лицевые возвращаем две снятые изнаночные и провязываем их изнаночными петли снимаем две лицевые петли перед работой две изнаночные возвращаем снятые лицевые и провязываем их лицевыми петли и заканчиваем раппорт арана двумя изнаночными петлями так же как и начинали кромочные четвертый ряд провязываем по рисунку самостоятельно пятый ряд кромочные провязала начинаю раппорт арана две изнаночных две лицевых четыре изнаночных две петли снять перед работой далее провязывается две лицевых возвращаем две снятые лицевые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми провязали лицевыми и повторяем снова четыре изнаночных две лицевые петли 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 снимаем перед работой далее провязываем две лицевые снятые возвращаем на левую спицу и провязываем лицевыми петли и далее заканчиваем раппорт четыре изнаночных две лицевые и две изнаночные петли 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 ряд арана закончен кромочные провязываю шестой ряд вяжем по рисунку самостоятельно седьмой ряд кромочные провязала и теперь перехожу к вязанию седьмого ряда арана плетенка две изнаночные одна вторая две лицевые петли снять перед работой и далее провязать две изнаночные снятые лицевые вернуть на левую спицу и провязать лицевыми затем две изнаночные петли снять за работой и провязать две последующие лицевые вернуть снятые изнаночные петли на левую спицу и провязать их изнаночными далее повторяем то же самое смотрим на описание и видим где начало повторяющихся петель обозначено звездочкой две лицевые снять перед работой провязать две изнаночные одна вторая вернуть снятые лицевые петли на левую спицу и провязать их лицевыми затем две изнаночные петли снять за работой провязать две лицевые одна вторая вернуть снятые петли на левую спицу и провязать их изнаночными повторяем все снова две лицевые петли снять перед работой далее провязываем две изнаночные петли снятое я возвращаю на левую спицу и провязываю их лицевыми провязала а теперь две последующие изнаночные петли снимаю за работой провязываю две лицевые и возвращаю снятые на левую спицу и провязываю их изнаночными петлями заканчиваем раппорт в седьмом ряду двумя изнаночными кромочные вот мы закончили сейчас седьмой ряд и заключительный восьмой ряд изнаночный мы провязываем самостоятельно по рисунку я закончила вывязывать раппорт в высоту и вот как получается рельефно выпукло красиво пряжа конечно темная но не знаю как вам передается это очень насыщенный такой шоколадный цвет он не смотрится темным а наоборот смотрится очень стильным надеюсь что вам было понятно как вязать аран плетенка и дальше если вы захотите связать такую повязку то вы справитесь с этой работой тем более что есть проговаривание аран плетенка и есть описание которым вы можете воспользоваться я сейчас буду вязать дальше до того момента пока у меня вот эта вот лента не достигнет 52 сантиметров потому что я хочу чтобы размер моей повязки был от 52 до 56 давайте с вами встретимся когда я уже закончу работу над повязкой вот и готова третья повязка шоколадного цвета она в точности такая же как и первые две когда я провязала нужную мне длину повязки я по открытым петлям соединила оба конца петля в петлю и вот этот вот шов он практически незаметен повязка готова теплая стильная и красивая и повязок так же как и шапок много не бывает сегодня под настроение я одеваю белую повязку а завтра под настроение я одену голубую повязку я вот связала три повязки эти повязки для моих девочек но это не значит что больше я не буду вязать повязок я уверена что я еще буду вязать эти повязки потому что они очень красивые и стильные надеюсь что вам понравились эти повязки и вы тоже свяжете такие же точно повязки чтобы быть стильными чтобы быть модными вот такие вот повязки у меня связались ну и я думаю что еще буду вязать эти повязки потому что все кто видят эти повязки они хотят чтобы и у них была такая же повязка и вот многие люди многие девушки женщины говорят о том что шапки им не идут или повязки им не идут ну а я думаю просто они еще не нашли свою форму шапки свою форму повязки и я думаю что повязка с вот этим вот ораном плетенка она подойдет всем к любой форме лица потому что она очень рельефная богато смотрится необычно свежо нового поэтому я призываю вас дорогие вязальщицы связать повязку плетенка а мастер-класс который я вам представила поможет вам это сделать пишите в комментариях как вам нравится повязка плетенка хотели бы вы сами связать такую повязку ну и конечно жмите на колокольчик чтобы узнавать о новых видео о гости канала которые просто зашли посмотреть но еще не подписаны я призываю вас подписаться и мы вместе с вами будем вязать вязать и вязать до новых встреч друзья до свидания